Всем привет! Вы на канале Чаплин Коллектор и сегодня будем открывать очередную серию сюрпризов от конфитрейт и на этот раз это будут ангелочки или йоги по рисункам Евгении Гопчинской. Это достаточно известная украинская художница и периодически по ее рисункам выпускают игрушки и также можно найти всякие блокноты по ее рисункам, но сейчас нас интересуют игрушки. У меня кстати есть вот такой вот ангелочек из светбокса, он тоже очень классный и мы сравним с вами размер. Я специально его достала, у меня он всего один, но я думаю что для сравнения нам этого будет достаточно. Давайте смотреть на красивенную коробку, мне очень она нравится. Тут такие нежные цвета. Нарисована как выглядит вся серия. Тут написано что яйцо с сюрпризом, 3d игрушка внутри. Сейчас все больше выпускают плоские эластики с выдавленным тиснением персонажа, а здесь у нас еще настоящие объемные игрушки. Это здорово, тут очень миленький котик спит. Написано что Гопчинская поставщик счастье номер один. Тут написано еще лозунг все что я так люблю, напоминает чем-то Макдональдс. И давайте смотреть со всех сторон. Коробочку она очень красивая, мне нравится. Мне конечно рисунки и оформление коробки даже нравится больше чем игрушки, но надеюсь игрушки нас тоже не разочаруют. Тут написано что это производитель конфитрейт. Яйца в этот раз у нас более свежие, но они сделаны еще в начале прошлого года и годны они у нас аж до сентября. Здесь вот такая вот картинка, тоже очень милая. Видите, с двух сторон разные ангелочки нарисованы. А тут нарисован милый зайчик, не понимаю зачем мне гимнастика. Я ведь и так красавица. То есть это такие девчонки немножко с бодипозитивом, потому что они пухляшки и у них очень кругленькие личики, как и у всех персонажей этой художницы. Давайте теперь откроем коробку и посмотрим как выглядят у нас сами сюрпризы. Обложки яиц мне кажется не настолько красивые, как коробка, но тоже симпатичные. Обложек у нас три вида и тут нарисованы девчонки. На каждом яйце по две. Вот так вот они выглядят. Фольга у нас целиковая, так же как и у крокодильчиков и у монстр хай. Ссылочки на эти видео я вам тоже оставлю в описании. Честно говоря, после киндер-сюрпризов это не очень удобно. Но надеюсь, игрушки того стоят, чтобы измазаться опять в шоколаде, как у меня это получается обычно. И они нас не разочаруют. Я думаю, что пришло время уже распаковать и посмотреть на игрушки. Но в конце устроим розыгрыш. Я думаю, что вы будете рады. На этот раз вроде бы в серии 10 игрушек. Надеюсь, соберем сегодня всю серию. И давайте откроем первое яйцо. Посмотрим, кто у нас здесь прячется. Так, давайте первую обложку, как обычно, сниму аккуратно, чтобы вам ее показать. Ну, примерно вот так вот она выглядит. Здесь две девочки. Написано поза дерева. То есть, это же девочки у нас йоги тут. Написано, в каких позах они стоят. Наверное, на вкладыше тоже будет написано, какие позы. И вторая поза это захват пальцев. В общем, забавные девчонки. Посмотрим. Давайте теперь на игрушки. Так, сразу предупреждаю, что к концу выпуска у меня перчатки будут черными. И тут, кстати, видите... А, это нежно-розовый. Я думала, так вкладыш сначала просвечивается. И перчатки к концу выпуска будут черными. Так, что не обращайте внимания. Это все дело в шоколаде, который здесь используется. Он очень пачкается, в общем-то. Давайте смотреть сначала на вкладыш. Фигурка, мне кажется, сделана очень даже неплохо. Вкладыш у нас здесь немножко даже с экшеном, так скажем. Тут можно вырезать коврик для каждой из девочек. Это очень прикольно. Вырежи коврик для твоей фигурки. И тут он обведен. Тут нарисованы все наши 10 девочек. Они, кстати, в костюмах разного цвета. В белых и в красненьких. О, смотрите, тут прям персонализированный вкладыш. Мне кажется, это для конфитрейда прям редкость. Поза полулука. И там, где у нас вырезается коврик, нарисована кошечка. И написано «Моя ангельская осаночка». Ну, конечно, вкладыш портить не хочется. Но зато, если у вас будут повторки, можно из них смело вырезать коврики. Очень здорово, что вкладыш персонализированный. Мне кажется, это прям необычно. Ну и пришло время смотреть на саму малышку. И я вам скажу, она мне очень нравится. Качество этих фигурок очень хорошее. То есть, она немножко прорезиненная, судя по тому, что у нее вот так вот гнется ножка. И подставка у нее не отсоединяется. У нее очень хорошо прокрашен ее белый костюмчик. Волосы у нее сделаны очень детализированы. Смотрите, как сделаны все прядки. Сделаны крылышки сзади. Очень мило. В общем, фигурки классные. Жалко, что это не киндер-сюрприз. Я бы себе такие оставила. Но пока я очень довольна их качеством. И ручки у нее гнутся, но, наверное, чуть меньше. То есть, она, в принципе, резиновая. Да, она вся из резины сделана. Крылышки гнутся. Шея практически не гнется, но при этом резина качественная. Все хорошо прокрашено. Даже щечки у нее нарумянины. И прокрашены вот эти вот закрытые глазки. Очень здорово. Мне очень нравится. Давайте открывать следующую. Следующее яйцо у нас с другой обложкой. И, кстати, вот тут нарисована как раз-таки поза полулука, которая нам попалась. Но, девчонка, тут нарисована совершенно в другой одежде. Так, давайте открывать. Давайте я открою аккуратненько. Мне прям нравится эта фольга. Она очень прикольная. Так, жалко, что они в киндере не выходят. Мне кажется, они бы хорошо зашли. Ну и давайте откроем второе яйцо. Капсулу конфитрейт под каждую серию разные. То есть, если монстр хай, это были ярко-розовые. У крокодильчиков были зеленые, а здесь такие вот нежно-розовые. И нам попалась новая девочка. И тут прям интересно рассматривать вкладыш. Я, как заядлый любитель киндера, люблю, когда вкладыши разные. И вот как выглядит лицевая сторона. Тут ничего не меняется. И меняется только обратное. Это поза кобры. Вот как выглядит девочка. Она уже в этот раз в красной одежде. Ну, правда, на рисунке она не в красной. А смотрите, как сильно отличается будет тон одежды. И тут нет горошков. На одежде как нарисовано это на картинке. И тут, видите, тоже новый лозунг на коврике. Потянусь и взбодрюсь. То есть, даже надписи разные написали. Прям хорошо подошли к разработке этой серии. Мне нравится. Девочка у нас лежит на животике. Животик у нас плоский, чтобы она хорошо лежала. Она тоже с закрытыми глазками. У нее тоже есть крылышки. Девчонка хорошо детализирована. Прическа у нее другая. У нее, видите, такие гульки, как у принцессы Леи из Звездных войн. Очень забавная прическа. Тоже щечки прорумянины. Никаких дефектов по качеству я не вижу. Ну и подставки у нее, соответственно, нет. Поэтому девчонка выглядит более натуралистично. И больше пригодна для фотографии. Здоровская. Давайте теперь сравним по размеру со светбоксом. Она, конечно, намного меньше. Выглядит, наверное, по масштабу, как ее дочка. Вот как выглядят их головы. Очень классная. Что вот это хорошая детализация. Что вот это вот хорошая детализация. Я не знаю, почему не делают все игрушки так хорошо. Потому что я просто в восторге от их качества. И от этих, и от этих. Классная серия. Очень советую всем собрать. Ее до сих пор можно купить на многих маркетплейсах. Поэтому, если у кто не собирал, очень советую. Ну, а кто не хочет покупать, у вас будет шанс поучаствовать в розыгрыше в конце видео. Третье яйцо. Тут у нас другие уже девчонки нарисованы. Обложек, как я уже говорила, всего три. Порвалась. Ну, ладно. Так, давайте открывать. Посмотрим, какая девочка нам попадется. Еще очень здорово, что коллекция большая. А то обычно, как у нас любят делать в таких вот сериях, что сделают три игрушки. А остальное какие-нибудь попрыгушки или стиражки, или колечки, или еще какая-нибудь фигня. Кстати, смотрите, здесь коврик у нас другого цвета. Получается, все коврики разные, что ли. Давайте сравним. То есть, лицевая сторона вкладыша совсем не одинаковая. Вот, видите, два коврика. И давайте на третий посмотрим. Да, и третий тоже совершенно другой. То есть, все коврики у нас в разной расцветке. Очень здорово. Это очередной плюс производителю. Ну, или это сама Евгения участвовала в разработке этой серии, что не исключено. Давайте смотреть, какая девчонка нам попалась. И это поза лотоса. Наверное, самая популярная поза в йоге. Моя первая медитация. И девочка у нас медитирует. Смотрите, у нее какой голубой костюмчик и ленточки в волосах. Ну, а на самом деле это выглядит намного проще. То есть, конечно, картинки намного интереснее, чем фигурки. Но фигурки тоже хорошие. Так, и что-то тут у меня какое-то пятнышко на щечке. Практически оттерлась. Я немножко водичкой потерла. И вот такая вот девочка. Так, она не крутится. Видите, тут как будто шарнирчик. Но ничего тут не вращается. Это, мне кажется, одна и та же девчонка. Возможно, тут две девочки. И они у нас сделаны в двух позах. У меня почему-то такое ощущение. То есть, это одна и два же девчонка. Но, видите, у нее разные позы. Жалко, было бы здорово, если бы все девчонки были разные. Ну, а тут, собственно, рассматривать-то особо и нечего. То есть, другая поза. Волосы точно такие же. Костюм точно такой же. И точно такие же крылышки. Но к качеству, опять-таки, нет претензий. Штанишки прокрашены. Маечка прокрашена. И попка у нее плоская. Следующее яйцо. Давайте уже откроем его вандальным способом, как я это обычно делаю. И будем смотреть, какая нам еще девчонка попадется. Так, и нам попалась опять новая. И опять у нее щеки чумазые. Вот, смотрите, видите, опять пятнышко на щечке. Но я сейчас попробую его оттереть. Давайте сначала посмотрим на вкладыш. Какая у нас здесь поза. Коврик опять нового цвета. И у нас здесь поза треугольника с поворотом. Очень забавное название. И лозунг у нас словно мельница. Ну, похоже, похоже. Ничего не скажешь. И девочка у нас якобы на коврике. Но на самом деле у нее будет подставочка. Кстати, коврик что на картинке у нас совпадает. Видите, тут голубой. Что на вкладыше совпадает. Оттерла я вроде бы грязь. И, кстати, это первая девчонка, которая у нас с открытыми глазами. То есть, три предыдущих были с закрытыми. И я смотрю на картинку на коробке. Будут нас там еще девчонки с открытыми глазами. И вторая девочка тоже. Она, видите, на подставке. Ну, а в остальном сама девочка ничем не отличается. Только отличается поза. И отличается то, что у нее открыты глазки. Девчонка тоже очень милая и забавная. Но уже хочется побольше второй девчонки, которая с коричневыми волосами. Как вы думаете, соберем мы с вами сегодня всю серию или нет? С крокодильчиками у меня так не получилось собрать. Может быть, здесь. Я буду очень довольна, если получится. Так. И кто здесь? Ага. И это наш первый повтор. Я уж обрадовалась, что нам девчонка с красными волосами попалась еще одна. Но нет. Это у нас точно такая же. Вот как они выглядят. Вроде бы они ничем не отличаются. Никаких вариантностей я здесь не вижу. В общем, две одинаковые игрушки. Ладно, давайте дальше. Так, пускай они дальше занимаются. Кстати, мне кажется, тут даже повторы забавно смотрятся. Можно играть, что это целая группа занимается йогой. И надо им тренера еще найти. Будет здорово. Давайте следующее яйцо. Ой, как все рассыпалось. Так, вот больше всего я ненавижу после конфитрейда убирать шоколад. Потому что он так крошится. Ага, вот новая девчонка. И она в красном. Теперь давайте смотреть на вкладыш. Изучим, какая у нее поза. И у нее, смотрите, зеленый коврик. Так, и занимается она у нас йогой в позе дерева. Ну, собственно, на зеленом коврике это как раз таки гармонично. Мое душевное равновесие. Давайте смотреть на девчонку. Она у нас тоже с закрытыми глазами. В красном костюмчике на подставочке. И крылышки у нее белые. То есть, девчонка у нас получается точно такая же, как нам попалась. И первая. Я была права, что тут два вида девочек. Вот они, кстати. Смотрите, костюмы-то у них разные. У этой, видите, под горлышко маечка. А у этой маечка на лямочках. То есть, она все-таки переоделась. А в остальном девчонки одинаковые. Одинаковые. Седьмое яйцо. Пока у нас всего один повтор. И мне кажется, у нас хорошие шансы собрать всю коллекцию. Тем более, что яйца у нас целых 24. Напишите в комментариях, собирали ли вы эту коллекцию. И собирали ли вы коллекцию из свитбокса. И вообще, как вы относитесь к рисункам этой художницы. И, по-моему, да. Еще одна повторка. Нам попалась девочка в позе полулука. Это самая первая девчонка, которую мы вытащили. И поставим ее вот сюда. Потом посмотрим, сколько каких девчонок нам попадется. Следующее яйцо. Так, 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 так. И кто тут? О, новая. Здорово. Новая девчонка. И она находится у нас в позе захвата больших пальцев ног. Какое сложное название. И я вот пытаюсь прочесть, что написано на коврике. Но я не могу понять смысл. На масте пальчики. Не знаю, что это значит. Напишите в комментариях. Может быть, это какой-то йогашный жаркон. Но я не понимаю, что они имели в виду. Коврик у нас вот такой вот коричневый. С вот такими вот разводами. И давайте смотреть, как выглядит эта поза со сложным названием. Ну, конечно, поза достаточно сложная. Мне кажется, это еще не каждый сможет так согнуться. Девочка у нас, кстати, уже с открытыми глазами. Это у нас такая первая девчонка с открытыми глазами. Но глаза у нее нарисованы точно так же, как и у предыдущей. То есть, правда, они смотрят немножко в другую сторону. Ну, а в остальном они похожи. Здорово. Девчонка новая. У нас пока три девочки одного вида. И три девочки другого вида. Пока у нас ровный счет. И шесть фигурок. Осталось нам еще найти четыре. Следующее яйцо. Так. Опа. Кстати, еще напишите в комментариях, перевыпускалась ли эта серия, как в случае, например, с крокодильчиками. Мне написали в комментариях в группе ВКонтакте, что серия крокодильчиков выпускалась два раза. Первая была с прокрашенными деталями. Вторая была не с прокрашенными деталями, которая мне и попалась. И прозрачные кристальные игрушки тоже были. И поначалу они были даже частыми. А мне вот, к сожалению, ни одной не попалось, чтобы вам показать. Ну, а мы тем временем вытаскиваем еще один повтор. И обидно, что это повтор той игрушки, которой нам уже попадался повтор. То есть, это уже третья фигурка. Одинаковые девочки. Это, конечно, обидно. Хотелось бы собрать две разные серии. Было бы здорово. Следующее яйцо. Так, как я не люблю открывать эти конфитрейдовские яйца. Так, и слушайте, на повторы одинаковые попадаются. Это прям обидно. Опять нам попалась девочка в той же позе, только другая. То есть, мысли, что в другой расцветке девчонка. Ну, в общем, я надеюсь, вы поняли, о чем я говорю. Так, давайте открывать следующее. Нам осталось всего два яйца из первой палетки. Надеюсь, во второй палетке нам положили других девчонок. И что у нас здесь? Да ладно, опять у нас пол за пол лука. То есть, пока это у меня самая частая фигурка. Надеюсь, нам сейчас не попадется девочка вот такая вот в красном, которая лежит. Не, не хочу я столько повторов одинаковых. Так, я, конечно, хочу собрать серию, но хотелось бы набрать их две, чтобы одну, например, разыграть. Ладно, посмотрим, что у нас в итоге получится. Надеюсь, что-нибудь интересное мы с вами соберем. И да, нам попалась еще одна девочка. Слушайте, у нас их уже пять штук. Мне кажется, это на четыре больше, чем нужно. Не на четыре, на три. Ну, ладно. И собрали мы с вами шесть девчонок. Давайте я вам покажу их. Так вот это выглядит. То есть, у нас три девочки вот таких вот в красном купальничке. И три девочки вот таких вот. Но это что за армия хореографического искусства? Смотрите, как будто у них просто танцы какие-то. Они все стоят в одинаковой позе и выстроились в шеренгу. Как-то очень грустно, как вы считаете? В случае с крокодильчиками мне попались практически все фигурки по две штуки в первой палетке. А здесь что? Нет, так мне не нравится. Ладно, надеюсь, вторая палетка будет лучше. Я пока убрала все повторы. Оставила только разных девчонок. И будем дальше собирать. Надеюсь, новые нам сегодня еще попадутся. Не будет продолжаться армия в позе лука. Но давайте, надеюсь, сейчас будет новая. Так, и да, новая. Здорово. Так, ну поза, кстати, у нее очень похожа на ту, которая с большими пальчиками. Но коврик у нас вот такой вот зеленый. И поза... А, смотрите, это березка. А, вон оно как. Здорово. Так, сейчас покажу, как девочка выглядит. Она стоит за счет крылышек. Поза стойка на плечах. Ну, мы ее березкой называли, по-моему, да? Я стройная, как березка. Ну да, я была права. И девочка у нас, правда, стоит в позе березки. То есть, она опирается на крылышки. И вот как это здорово выглядит. Прям классная фигурка. Мне очень нравится. Очень поза интересная. И очень, естественно, выглядит за счет того, что она без подставки. А стоит как вот настоящий человек. Здорово. Мне нравится. Я довольна. Начало хорошее. Нам попалась еще новая фигурка. И остальные, наверное, тоже попадутся в такой же позе. Я, честно говоря, уже не удивлюсь ничему. Давайте. Следующее. И, и... Нет, вы меня не поняли. Я не хочу, чтобы нам попались точно такие же все фигурки. Это я пошутила. Надеюсь, это все-таки одна будет у нас такая повторка. И моя шутка не воплотится в реальность. Так, очень не хочется. Так, открывайся. Что у нас здесь? И... Так. Это еще один повтор. Но, правда, другого вида. Что, конечно, радует. Что это не в позе лука у нас девочка попалась. И нам сколько осталось собрать? У нас три фигурки, да, нам осталось найти. Делайте ваши ставки. Получится нам их добыть сегодня или нет. И кто здесь? Кто здесь? О, что-то новое. Да, новая фигурка. Здорово. Так, где у нас вкладыш? У меня уже здесь шоколадный бардак. Коврик у нас. То есть, у всех девчонок, смотрите, коврики разной расцветки. Прям здорово, здорово. Поза лука. Это тоже поза лука, но без поворота и в лежачем состоянии. Ладно, хорошо. Как же она выглядит? Вот такая вот девчонка. Лежит на животике. Кстати, могли бы и без подставки ее сделать. Потому что она, мне кажется, и так хорошо бы стояла, а выглядела бы намного естественнее, чем с подставкой. У нее закрытые глазки. Смотрите, знаете, что я заметила? Это наша девочка, которая в красном. Только она переоделась в белый костюм. Это какое-то разнообразие. Ладно, хорошо. То есть, она одела костюм от блондинки. Здорово, здорово. Но хотелось бы, конечно, и в костюмах немножко большего разнообразия. Даже не знаю, куда ее теперь поставить. По серединке поставлю. Так, тут, видите, у нас она шоколад кушает. Так, тебе нельзя шоколад, ты на диете. Следующее яйцо. Так, получается, нам осталось еще две фигурки с вами найти. И кто у нас здесь? Ой, 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 убегает. Что у нас, кто тут? И так, по-моему, новая. Да, слушайте, новая девчонка. Нам, получается, одной теперь не хватает. И у нее, смотрите, какой коврик с цветочками. Поза воина. Такая вот у нас воинственная девушка. Крепкий, как скалан. И вот такая вот девчонка. Это у нас опять блондинка. Но блондинка у нас, интересно, будет переодеваться в красную одежду? Или нет? Смотрю я сейчас на картинку и вроде бы не вижу. Ну ладно, попадется и проверим. Пока это у нас классический вид блондинка в белом костюме. Ну, в общем, фигурка здоровская, но в этот раз она на подставке. Слушайте, у нас целых семь шансов найти еще одну фигурку. Будет забавно, если она нам попадется в последнем яйце. Ну или вообще не попадется. В принципе, это тоже вполне возможно. Ну, давайте смотреть. Так, и кто-то у нас... Да ладно, мы закрыли серию, что ли, получается? А, нет, нет, это повторка. Вот она, в маечке. Это, по-моему, единственная в красной маечке. Вот она. Я уже радуюсь тем повторам, которые не повторы повторов. И давайте следующую открывать. Ой, ой, ой. Так, шоколад, уходи. Так, это повторка опять. Вот она. Да, вот эта девочка. Может быть, сейчас мы неожиданно дособерем вторую серию. В конце проверим, сколько у нас игрушек попалось из разных серий. Точнее, сколько серий у нас собралось. Или не дособралось. Так, и самая частая, ну, самая частая из брюнеток попалась нам вот в такой вот позе. У нее, кстати, какое-то, видите, пятнышко краски на руке. Ну, пускай будет татуировка, ладно. Опа. Так, что у нас здесь? Кто, кто, кто там? Ой, так, это у нас поза лотоса. Я уже ее запомнила. Повторка пока единственная. Это хорошо. В смысле, этой фигурки у нас пока единственная повторка. Так, дальше. Осталось, кстати, у нас всего три яйца. Так, и, по-моему, вот она новая. По-моему, последняя нам попалась. Да, давайте смотреть, как ее поза называется. Коврик у нас голубенький. Очень красивый, в горошек. И поза у нас называется собакой мордой вниз. То есть, это тоже очень популярная йоговская поза. Особенно она популярна тем, кто в планке стоит и долго простоять не может и отдыхает в позе собаки. Вот такая горочка. И у меня радостная новость, потому что мы собрали с вами всю коллекцию. Осталось у нас два яйца. Давайте я их открою за кадром. И уже подведем итоги, какие у нас фигурки попались. И объявим розыгрыш. Ну что, я собрала коллекцию. К сожалению, всего одну. Коллекция из десяти фигурок. На втором месте у меня получилась коллекция из восьми фигурок. Ну, а дальше уже из трех, из двух и из одной. И я все-таки решила разыграть полную коллекцию из десяти фигурок среди своих подписчиков. Ну, а себе оставлю остальных. Не знаю, приживутся они у меня или не приживутся. Но, мне кажется, дочка точно с ними с удовольствием поиграет. Условия розыгрыша будут такими же, как обычно. Все условия я продублирую в описании. Ну, а розыгрыш состоится, когда это видео наберет 5000 просмотров. Я надеюсь, вы хорошо постараетесь. И мы наберем эту цифру. И тогда кому-то из вас повезет. И к вам отправится полная коллекция из десяти фигурок. Мне кажется, они здоровские. Я вообще ни разу не разочаровалась. Они мне очень понравились. И если бы я собирала игрушки из конфитрейт, я бы, конечно, себе ее оставила. Качество суперское. Прокраска, детализация. Вообще никаких претензий нет. А главное, персональный вкладыш. Пишите в комментариях, как вам эта коллекция. Собирали вы ее или нет. Может быть, вы собирали похожую коллекцию из светбокса. Вот с такими вот девчонками. Она тоже, мне кажется, суперская. И поддержите меня лайком, если вам понравился этот обзор. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Подписывайтесь на Инстаграм. И до новых встреч. Всем пока. И желаю вам скорейшего закрытия долгожданных и желанных серий. Субтитры создавал DimaTorzok